С того кадра, на котором я вчера закончил, я и начинаю. Замечательные такие две трубы. В общем, тут все без вариантов, поэтому сдаем. Никакой разницы нет в выполнении этого задания. Да кому ты нужен? Я даже к тебе не подходил. В общем, надо дождаться 22 часов, тогда мы сможем посмотреть, что, собственно, произойдет с Хмуром. Может, прям тут поспим тогда? Раз, два, три. Поспал. О, этот сокол до сих пор тут стоит. Что сейчас будет? А, он своей дорогой идет. А чего ты к нему не подошел? Ладно, погнали далее. Мы все еще куда-то идем. Может, он в церковь ближайшую идет? Исповедаться, так скажем, за то, что он сделал. Но в любом случае, у меня его Дигл остается. И он его должен был забирать. Кстати, вы видели? Дигл просвечивает. Ну ладно. Там в диалоге в конце потерян предмет Дигла Хмурого. Да что этого Хмурого, я постоянно говорю. Сокола, конечно. Но я его себе оставил. Правда, опять-таки толку. Ну, Дигл, круто. Я бы мог купить, наверное, такой же абсолютно по характеристикам. Опа, нас кто-то видит. Да, мы реально в церковь идем. Ох! Вопрос, где я сохранился. Ну, недалеко вроде бы. А, этот пошел обратно. Я, кстати, никогда не понимал вот этот прикол. Но это, видимо, с логикой связано. Если он сохранился между одной своей точкой и другой, то он должен вернуться. Да, и типа от нее опять пойти заново. Бывает. Собаки. Ну все, вот он поперся в сторону церкви. Я туда подходить не буду. Опять, если на кого-то отвлекся. Дед, ну ты серьезно сейчас побежишь стрелять там по плоти какой-то? Убить хмурого. Зачем? Плохой помысел. Странный какой-то этот сталкер. А голос-то? Голос у него какой? Аж мурашки по коже бегают. Хотя говорит вроде нормально. Даже вежливо. А на лице печаль. И все-таки какой-то он не такой. Нечеловеческий что ли? Что значит нечеловеческий голос? Он заходит в церковь. Зашел. И что он там делает? Могу ли я пройти? Ну молится. Если какой-то выбор, типа поговорить. Кто здесь? Это я, Клим. А, опять ты. Значит ты не только вестник, но еще и палач. Ну что ж, так тому и быть. Делай то, что должен. О чем ты сталкер? Что ты несешь? Какой палач? Да перестань, Клим. Ты прекрасно знаешь о чем я. Иначе зачем бы ты ушел за мной? Убей меня, Клим. Освободи меня от этих червей, что грызут мою душу. Может быть так я искуплю свой грех. Сам я не могу наложить на себя руки в этих стенах. Ты должен помочь мне. И помни, ты не убийца. Ты избавитель. Только, пожалуйста, не тяни. Неужели это единственный выход? Да. Теперь да. Ты же разговаривал с Соколом. Я не стану этого делать. Тогда я тебя застрелю. Уж я до тебя доберусь! Нет, я хочу все-таки вас замочить. Прощай, сталкер. С того же Дигла. Рассказать Соколу о произошедшем. Сейчас приду, я его там не будет. Сюрпризы есть какие-то в церкви? Тайники. Опа. О, я нашел свой первый тайник, наконец-то. Правда, дробовичок этот у меня уже был. Ранее подобранный с наемника. Выше подняться в церкви. О, тут неплохая такая жилзона, смотри-ка. Матрасы, бочка. Непонятно с чем. Можно жить не тужить. Даже вот куда-то в проход. Ё-моё. Не, неплохая база. Я бы тут поселился. Но по тайникам ничего. Давай выше поднимемся. Тут тоже ничего. Зато есть выход выше. Какая-то странная церковь. Билдовская, наверное, да? А, тут просто по кругу можно ходить. Да, такое местечко интересное. Расскажем, что произошло. Кстати, а тут нет личного ящика? По-моему, я не видел. А у него не было дегла, да? Да, с его тела я почему-то его не подобрал. Хотя, по идее, он должен был быть у него. Что это было? После того, как я отдал пистолет, у меня появилось чувство, что я должен убить этого хмуро. С каждой минутой оно становилось все сильнее и сильнее. Я уже готов был убить его прямо в баре. Я хотел отвлечься, но оно не проходило. А когда он вышел из бара и пошел в церковь, то я уже не контролировал себя. Я убил его. Объяснись, зачем ты это сделал? Почему выбрал именно меня? Извини, Клим, что так нехорошо получилось. Наверное, я должен был все рассказать и сказать правду. Но теперь это уже не важно. А сам, как ты понимаешь, я не мог этого сделать. Сокол, тебя ведь так зовут? Я не подписывался на такое. Зачем ты впутал меня в эту историю? Знай, что нет греха в твоих действиях. Не по своей воле ты это сделал. И запомни еще. Если услышишь телефонный звонок, которого не может быть, то подними трубку. Ответь. Постой, что? Все. С этим разобрались. Рассказать Скифу об истории с Соколом. Забирай, пожалуйста, что-то на продажу. Дигл за сколько возьмет? 5.80. Такой ствол я, пожалуй, себе пока оставлю. Но остальное продать нельзя. Лучше, лебед знает кто. Господи. Все толпой заговорили. Здорово, долговец. Скиф. Не подумай, что я поехал головой или обкурился. Но я разговаривал с убитым сталкером. И даже выполнил его поручение. Все было очень даже материально. Да жути материально. Но потом он исчез. Дав напоследок странный совет. Как это все объяснить? Не забивай себе голову попытками понять и объяснить. В этом раздраженном информационном поле зоны, где все как оголенный нерв. Такие вещи очень даже имеют право случаться. Я не буду спрашивать тебя про поручение. Чувствуя, оно было довольно деликатным. Считай, что говорил с духом. Говоришь, совет дал напоследок? Тогда вот тебе еще один. Не примени этим советом воспользоваться при случае. Думаю, это неспроста. Да уж, такой совет вряд ли забудешь. Ну все. Да, поспим. В этом месте не заснуть. Нужно найти более надежное место. А, типа в этом месте со мной Скиф что-то может сделать, пока я сплю. Или как понять? Ну ладно, давай тут, где я все время спал. О, как раз выброс. Ну давай уж, поспим. Так а дальше что? Тишина по квестам. Я получил совет по поводу тайника еще одного. Зилок, электры. Вот все в этом духе. Что, неужели где-то что-то тут? Давай посмотрим повнимательнее. Лишний тайничок мне не помешает. Да не, ничего. Хотя он еще зилок с электрами связанный. Так что вполне может быть сюда пройти. И раз. Ну место такое реально. Но тут ничего нет. Да как такое может быть? Идеальное место для тайника. Но, тем не менее, пусто. Ну и хрен бы с ним. Ну вот вообще тоже закуточек такой. Ну как обычно. Там, где я хочу, чтобы тайники были, их нет. Пока не совсем понятно, что делать. Затуп случился. Вроде я где-то видел телефонную будку. А, но это не тут, это в городе. Да, скорее всего именно в городе. Ну все. Что еще остается делать? Идти в город получается. Потому что больше меня к себе никто не зовет. Техник не появляется. Все. Как-то подвисло, подзависло. Пойдем в город. По мусорным кучам, думаю, есть смысл полазить с детектором. К наемникам я вроде как спокойно могу заходить. Может здание КГБ шманать. Ой! Да что вы со своими минами этими пристали ко мне? Понаставляли их везде. Фу, блин, а? Как я испугался. Что за манера? Ставить взрывчатку, чтобы игрок раньше времени не прошел. А потом она сама по себе исчезает. Фу, минус сердца. Сижу, время середина дня. На расслабоне. Тут бам в ухо. Ребятишки. Не перемену воспользоваться своим преимуществом. То, что говорить и монтировать видео могу только я. И... Да иди отсюда что ли, а? Я даже не подошел близко. Я не хотел заходить, я хотел посмотреть, что внутри. Да, я опять не сохранился. В общем, оценивайте видео. Оценка, которую вы считаете нужной. Можете подписаться, если я вам нравлюсь. Спасибо. Все, давай сохранимся. Вы не хотите мне позвонить? Ха! Кстати, человечек. Нарисован какой-то. С треугольной головой. Это Хаги Ваги в платье что ли? Да. По домам шастать, наверное, тоже не вариант. О, два сталкера умерло. Это которые тут были в магазине. Овощи. Серега Булкин. Ого, это баня? Что-то я никогда не видел. Сталкеры модели Бани. Но это, наверное, тоже что-то из билдов. Вытащили? В билдовском сталкере, конечно же, есть своя атмосфера. Подпол какой-то. Блин. Но! Что мне делать? Дом культуры. Дай угадаю. Сюда я попробую зайти и тоже взорвусь. Опа. Позвоните мне, пожалуйста. Не! Ну а что я делаю не так? Квестов нет. Просто нет. Я со всеми поговорил обо всем. Как Диггл может быть моим любимым оружием. Я с него всего пару... Даже не пару, а только одного замочил. Ну ладно. Но не взорвался. Только толку. Похожу я по пустым помещениям. Ну смотри-ка. Не просто так зашел. Все-таки тайничок выпал. Он в основном в своем получше, чем мой. Но по броне так точно уж. Поэтому можно даже одеть. Нормально. Второй этаж тогда тоже обыщу. Но не думаю, что кто-то бы сделал два тайника в одном месте. А, тут и лестницы нет, кстати. Подожди, это одноэтажный дом культуры? Да. Ха. Ладно. Все, вопросов нет. Идем далее. Что мне еще говорили? Якобы... Ну, это тайник я сам нашел. А наводку я получил, что есть якобы тайник где-то в доме за убежищем. И там можно найти Велес. Пойдем проверим. Ну, а так пока непонятно. Может мне еще сутки поспать, промотать. По квартирам, кстати, пошастать. Я в каких был, не помните? Где-то тут, по-моему. Пошастать можно. Сразу Алон и Винчторм вспоминается. Помните, как я лазил там? По домам точно так же. Не, ну Алон и Винчторм очень крутой мод. Мне понравился. Я даже, по-моему, с него практически не горел. Там концовка только такая. Ну, какая? Нормальная концовка, короче. Да, не хэппи-энд. Но зато не как все, да. Везде же хэппи-энд. Так, двухэтажная вся вулхата. Ничего. Что там было написано? Уничтожение денег, уничтожение войны. Но это, конечно, бред. Не согласен с данным высказыванием. Философским или каком-нибудь там. Потому что куча войн в истории человечества происходили далеко не из-за денег. А просто из-за территории. Ну, вы скажете, территории это косвенно тоже деньги. Потому что их можно засеять. Больше зерна продать. Но, тем не менее, было множество войн просто из-за амбиций. Что сидит какой-то царек такой. Я хочу контролировать много земель. Ну и все. И устраивает поход. Что, не было такого в истории? Да было. Поэтому высказывание убрать деньги и не будет войн. Но это, конечно, такое немножко инфантильное. Высказывание на уровне напечатать много денег, раздать всеми не будет бедных. Нет, это проблема не решит. Так, короче, а что мне делать? Я сейчас схожу, по сути, занимаюсь фигней. Согласны? Ну, просто непонятно. Игра меня никуда не посылает. Что у меня опять в умостовец так сильно упала? А, это из-за... А, понятно. Игза сильно режет. А если убрать? А противогаз не режет умостовец. Как такое может быть? По идее, как раз таки в противогазе тяжело дышать, без него полегче. Тут опять кого-то замочили. По-моему, да. Фугас. А, тут у всех такие имена уникальные. Тут... О! О! Это что? Ваншотит меня с одного удара полное здоровье. С охренительнейшим гашением удара в моей броне. Что-то как-то странно. Посмотрите, какое у меня гашение удара. Как я помню, это влияет в том числе на удар мутантов, не? Ну, типа, нет, вообще была отдельная вкладка разрыв, но тут разрыва нет. Либо это скрытая какая-то характеристика, которая не выводится. Фу, с ума сойти. Вон они, снорки. Там еще и кровосос. Они дерутся. И, по-моему, снорки его вынесли. Не знаю, может, я играю в какую-то такую версию хардкорную. Алло, мне позвонят? Ну, я просто не понимаю, что мне делать. Три человека осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за дичь вообще? Да, может, дигла попробуем хоть одного замочить. Нормально. Смотри, сколько у него всего. Фугаса поклали. Так он, наверное, квестовый персонаж. Хотя вот уникальный все равно тут сидит. Дохлый. И ведь не поспоришь, Федя дохлый. Но все, что мы не можем продать, надо выкидывать. Это мы тоже не сможем. Конечно, я все равно на перегрузе. Слышите? Что-то пикает. Какого фига? Ну ладно. Он уже бессмертный? Да, потому что он в будущем пригодится где-то. Да с ними о чем поговорить нельзя. Стой, может, мне там телефон звонит? Здорово, Долговец. Что ты все ковыряешься с этим артефактом, я не пойму. Я пришел, чтобы улучшить костюм. А тут вообще что ли нельзя вкачать дополнительные контейнеры на броне Долгота? Ну, получается, что нет. Нельзя. Я только сейчас понял, да, я нацепил эту броню Долговскую, а у него нет кармашков для артефактов. Тогда как тут на броне сталкеров есть пару кармашков. А тут, ну, черт его знает. Тоже, Долговский, конечно, опять-таки, более защищенный, но мне важна выносливость. Да, и вот тут можно вкачать на плюс 4. Но плюс, что, ну что такое плюс 4, когда вот здесь есть плюс 10 генератора? Так я еще и так могу вкачать. Переносим вес за 700 рублей на 10 килограмм. Так еще к этому 2 контейнера дополнительных. Раз, два. Ну, конечно, еще 2 будут пустовать, но вот на химзащиту можно нацепить. Короче, нет смысла, к сожалению, в Долговской броне. Лично для меня. Калашик можно починить просто банально. Дигл тоже. Ну, в общем-то, все. Забирай Долговский костюм за 24 тысячи. Ну, а что делать-то будем? Давай еще поспим. Суточки примерно промотаем. В зоне прошел выброс. Да подожди, это прикол такой от разрабов или что? Так, а что делать? Я сам пошел его искать, я его не нашел. Что-то я вообще не понимаю. Вот прям вообще. Извините, пожалуйста, а в чем я виноват, собственно говоря, в этом затупе? Все, что нужно, я делал. Вот тебе и ну. Ничего опять. Что мне предлагают разработчики сейчас делать? Чем заниматься? Ходить по аномалиям или что? Еще сутки проспал. Ничего, давай еще сутки поспим. Это какой-то вообще бред. Такого быть не должно. Вы представляете? Ну и все. А ты думал, что я не медвежатник? Приходи ночью к условленному месту. Сам лично передать не могу. Решил заныкать и тебе координаты передать. Сейчас без негатива, без бомбежки. Но это абсолютно неправильно. То, что триггер стоит тут. Что надо подойти, чтобы что-то произошло. Я туда подходил ранее, правильно? Подходил. Все обыскивал. Когда он еще только исчез? Ничего там не обнаружил. Все. У меня в голове уже то, что его тут нет. И там ничего нет. И вот когда наступает пауза, у меня даже не возникает в голове идеи пойти туда. Потому что я там уже был и все обыскивал. И ничего там нет. Оказывается. Надо туда подойти, чтобы сработал инфопоршень. Ну, ладно. Ладно. Мне пришлось посмотреть. А вот как бы я это узнал, Клим, вскрыл я эту же мстянку. Так что можешь забирать. Мне тут пришлось по срочному делу отлучиться. Ну так, чтобы тебе меня не ждать, я туда припрячу. А тебе координаты скину. Так что уже ночью можешь все прочитать. Сочтемся, когда вернусь. Да, и девок там нет, как я и предполагал. А почему ночью забрать? Почему сейчас не могу? Ну, допустим, поспим до 23. В церкви, что ли, спрятал? Был тут, ну и вот в меня выстрелили. Говори уже о тебе, чтобы ты не лез туда, куда не надо. Мне Гевара все рассказал, так что не переживай за мою осведомленность. В тебя стреляли из СВУ. Пуля прошла насквозь, по касательной. Не задев жизненно важной органы. Так что считай, под счастливой звездой ты родился. Редко кто выживал после выстрела из СВУшки. Повезло тебе еще и с тем, что Шерлок со своей группой, возвращаясь сходки, на тебя наткнулись. И вовремя оказали первую помощь. А затем и сюда затащили. А фельдшер подлатал как следует. Иначе лежал бы сейчас там твой белесый скелет. И мило улыбался. Скиф, а как долго я в отключке пробыл? Час или два? Вот тебя накрыло. Да ты, брат, уже неделю здесь матрас давишь. Ну ничего. Давай, выхаживайся. И еще. Тебя очень хотел видеть Гевара. Сказал, что он наслышал важную информацию для тебя. И Шерлока с фельдшером не заботил благодарить. Пока. Странно, мне даже ничего не украли. А я уже побоялся за свой замечательный генератор. Слушайте, я уже надоелся с этим белесом. Ой, найдешь, не найдешь. Да, просто возьмем. А, уже не продает, когда тебе надо, да? Да. А перезагрузки тут работают? Нет, как назло, он не продает, когда нужно. Понял, до свидания. Гевара, здравствуй. Скиф сказал, что у тебя для меня есть информация из нашего бункера. Ну что интересного узнал? Есть что-нибудь стоящее? Ты меня не торопи. Я тебе все по порядку расскажу. Понимаешь, какая штукенция вырисовывается? Ты ищешь то, чем интересуются уже многие годы многие люди с большой земли. Ми-8, МОСАД, ЦРУ, Российское ФСБ, Белорусское КГБ, ну и так далее. Только не подумай, что советская госбезопасность дремлет. У нас к этому первоочередный интерес. Ага. Так значит, ты у нас бывший агент? Ну, бывший, не бывший. А знай всю подноготную не только про упомянутые мной спецслужбы, но и про всю зону. Был знакомый со стрелком. Ну да ладно. И так уже ты много услышал. Так что тебя уже можно убивать, не раздумывая. Что, пожалуй, сейчас и сделаю. Эээ, Гевара, ты чего? Это же я, Клим. Слышь, когда страшно. То-то. А то в лагере говорят, что Гевара хоть и агент, но его никто не боится. И это правильно. Чего меня бояться? Знаешь, я ведь не всегда таким был. До поступления на службу в КГБ, это было в 70-х. Я жил в Припяти. Утился в школе. Дотаскал яблоки со сливами с огородов. Был влюблен в соседку свою. Звали ее Аней. Правда, фамилию я уже забыл. Помню, что на А так и жили. А потом она уехала в Киев. И далее на восток. На ближний? А-а, на дальний. В Москву она уехала. Ну так там и осталось. По крайней мере, я так думаю. А там кто знает, куда нас судьба заносит. Дело не в этом. Просто мне кажется, что до сих пор ее люблю. А в то время тяжело было ее забыть. Но потом жизнь понеслась. После школы в техникум радиотехнический поступил. Отучился, отслужил и устроился на работу в КГБО. Вначале учеником был. А затем дали должность электрика. Там проработал около года. Пока не встретил своего товарища. Который в то время работал в КГБ. Пошли в кафе отметить встречу. Посидели, чайку попили. Поговорили за жизнь. А потом он мне сказал, что сейчас идет набор в новое подразделение КГБ СССР. Как раз связанное с электроникой и информационной безопасностью. Так говорит, давай к нам. А я поговорю с кем надо, чтобы всяких препонов не было. Родственник у него, понимаешь, высокопоставленным человеком был. Подумал я, да и согласился. А что такого? Тем более по профилю моему. Да и вообще, работать на благо Родины это гордость. Прошел все необходимые процедуры и взяли. Работал вначале в Одессе, затем во Львове. Ну а как продвинулся по служебной лестнице, то смог выбить себе местечко поближе к дому в Киеве. Тут ведь до Припси рукой подать. А что потом? Как вышел на тех, кого сейчас ищем? Эта странная группа появилась так же неожиданно, как потом и исчезла. Все произошло очень быстро. Свидетелей практически не было. Кстати, ты один из тех немногих, кто стал очевидцем этого события. В то время от взора госбезопасности ничего нельзя было утаить. Тем более, что касается охраны и обслуживания стратегических объектов. Однако в данном случае мы ничего и никого не обнаружили. Тогда, чтобы не поднимать панику, решено было этот факт скрыть в стенах КГБ. Охрану станции мы значительно усилили. Хотя, как показали последующие события, это не помогло. Далее была авария. Для обывателя была придумана версия о взрыве вышившего из-под контроля четвертого энергоблока и назначены стрелочники. Но это для обывателей. Для нас же работа только началась. Ты просто не представляешь, сколько здесь было сотрудников. В строжайшем секрете со всего Союза сюда командировались лучшие оперативники и исследователи практически со всех управлений и служб. А также сотрудники различных закрытых НИИ, связанных с изучением и исследованием чего-то нового и необычного. Все перечислять очень долго, да и знать климата тебе ни к чему. В результате активных поисков удалось обнаружить странные лаборатории, напичканные непонятным оборудованием. Причем все лаборатории находились под землей. Но самое интересное отыскали в одном документе. В нем было сказано, что все это предназначено для серьезного эксперимента с ноосферой. И если все пойдет по плану, то проект будет реализован уже через 5 лет. С ноосферой? Я думал, что это все-таки больше относится к научной фантастике и неприменимо на практике. И я тоже так думал. Самое интересное, что попытки найти хоть одного члена той группы оказались безуспешными. Для той поры это было немыслимо. Все стояли на ушах. Но факт остается фактом. А через 4 года, в связи с грядущим в стране переворотом, появились более важные и первостепенные задачи. Так что стало не до каких-то там загадочных групп, скрытых лабораторий и всего остального, что было связано с этим странным и таинственным делом. Политика, одним словом. Через некоторое время политические страсти улеглись. КГБ расформировали. А в СБУ я не пошел. Присяга дается раз в жизни. Друзья помогли оформить выход на пенсию. За что я им очень благодарен. Иначе даже и не знаю, где бы я сейчас был и что делал. Мысль о таинственной группе и ее работе меня не покидала никогда. Я ей даже в чем-то благодарен. Так как позволила мне забыть мою неудавшуюся любовь. С перешедшими в СБУ друзьями связи я не терял. И через некоторое время они поделились со мной некоторой информацией. О том, что якобы работа той таинственной группы возобновлена. Да по ходу дело с еще большим рвением. Так как новые условия способствовали более крупном масштабным опытам. В итоге в 2006 году был проведен эксперимент, который я образовал зону. Поэтому я решил вернуться сюда. И довести когда-то начатое дело до конца. И узнать таки, что же произошло на самом деле. Правда как видишь уже в другом статусе. Так что это даже хорошо, что и у тебя, что и у тебя с этим судьба связана. Знаешь же, вдвоем будет проще разобраться что к чему. Гевара, ты умудрен опытом, это видно. Как думаешь, получится у нас докопаться до истины? Уровень подготовленности у нашего противника невероятно высок. Так что кто же его знает, как все сложится. Но унывать не стоит. Отрицательный результат тоже результат. Пока тебя не было, я кое-что с помощью наших технических средств все-таки узнал. Значит так. В бункере появлялся один тип, который передал ПДА и доложил об устранении сталкера, обладающего важной информацией. Значит этот снайпер, любители своего уши, связан с командой из бункера. Теперь становится потихоньку понятно, откуда дует ветер. Клим. Я вот что подумал. Давай-ка прогуляемся в пригрыд. Есть там одно место. Проверить бы его надо. Это было временное здание управления КГБ. Думаю, что там должно что-то остаться. Ведь в том здании информация не только на столах лежала. Ну, документы там всякие и тому подобное. Но и много чего, что представляло особый интерес, было убрано в сейфы. Да не напольные, а замаскированные. Чтобы от посторонних глаз, скажем так. Я знаю такие нычки наших. Возможно, там что-то и осталось. Нам сейчас может любая информация пригодиться. Да к тому же, надо еще кое-что проверить. Поэтому твоя помощь будет мне необходима. Гевара. Да без проблем. Одно дело делаем. Так что нужно действовать вместе. Тем более, еще не совсем ясно, с чем или с кем имеем дело. Пора следовать с Гевара. Подожди, мы будем пешком и сейф в гору. Ух. Ну, как говорится, давай. Что еще остается? Подожди, а мужиков же надо еще поблагодарить каких-то. Это не ты? Степа Пескарь. Не какие-то другие мужики. Может, они в баре засели? Ну, посмотрим потом. Опа, там артефакт, по-моему. Только что летал. По-моему, так артефакт себя ведет. Значит так, сейчас берешь снайперскую винтовку, а я пока смотрю по мужчинам. А где мне взять снайперскую винтовку? Ты интересный такой. Ну, посмотрим давай. Нет ничего. Ах, господи. Допустим, прошел. Ну, привет. Ну, что там у тебя? Взял винтовку? Ага, как видишь. А ты откопал чего-нибудь? Нет. После катастрофы все увезли. Даже мебель растащили. Впрочем, я это все уже давно проверил. Сразу, как только в зоне появился. Я тебя сюда привел не для того, чтобы это здание обыскать. Ты уж извини. Есть дело гораздо серьезнее. Я должен проверить одну свою теорию. Но об этом никто не должен знать. Понимаешь? Никто. И твоя задача это обеспечить. Что-то пока я мало представляю, что конкретно от меня требуется. Для начала пошли за мной. Винтовка при тебе. Держи патроны. Тут недалеко. Как знаешь. Подожди, а еще что-нибудь обыскать не вариант? Да вроде бы как нет. Рюкзаков никаких не фиксирую. Да, посмотрим, попробуем. Вот мы и на месте. Значит так. Видишь вон ту пятиэтажку, что справа от нас? Забирайся туда и выходи на балкон. А, у меня кровель цела. Ты что, издеваешься? Будешь меня прикрывать? Может ты объяснишь, что к чему? Потом расскажу. Когда дело сделаем. А то пока мы тут с тобой разговоры будем разговаривать, уже мутанты набегут. Так тебя что, от мутантов что ли прикрывать? В первую очередь от людей. Ты должен следить, чтобы никто, не один, будь то наемник или сталкер, не важно, чтобы никто не подходил на дистанцию ближе пятидесяти метров. Сразу стреляй на поражение. А насчет мутантов не напрягайся. Если набегут, то вон тебя аномалии и мигом всех раскидуют. Тогда не будем ждать. Я занимаю позицию, а ты приступаешь к своему делу. Погнали. Правда уже кто-то подошел. Тут счетчик четыре показывает. Но это вон сталкерня какая-то. А мне их надо стрелять? Он же сказал. Так, я на балконе. Вот и наш товарищ. И я должен умочить всех, кто к нему подойдет. Уяснил. А что будет, если я завочу его? Понял. Ничего не видно. Устранить неизвестную угрозу. Кого? Наемники. Первый устранен. Еще двое. Третий. А, Гевара исчез? Сообщите о пропаже Гевары. Вот тогда. Ну, погнали, спустимся. Он либо убежал, либо что с ним произошло, непонятно. Ну, да, его тут нет. Что он тут делал, ковырялся, вообще непонятно. Шесть человек. Подожди, еще есть наемники? Что-то так, никого не видно. Тут, конечно, сталкеры были частично. Вон они сидят. Наемников можно обыскать. Забрать все, что не приколочено. Опа, вот я на перегрузе. Мужики, обыскивать я там. Выкинул что-то. О, хорошая, кстати, джишка выпала. Можно себе оставить потенциально. А я что? Я на этом заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр, за лайки, комментарии. Как говорится, зацените мое любое другое видео. У меня много прохождений, которые вы могли не видеть. Всем счастливо. Подожди, а что это там лампочки горят? Нет, тут не могут лампочки гореть. Это просто стыки. О, я подумал, это в окне там лампочки горят какие-то. Счастливые пока. Счастливые пока.